Привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас просто гора пустых баночек Фаберлик. Так много у меня всего закончилось. Все очень разное, интересное, есть декоративка. Поэтому оставайтесь со мной до конца. И да, теперь я в розовом цвете. Девчонки, обязательно напишите в комментариях, как вам, потому что в таком цвете я первый раз. Давайте по традиции начнем с серии Дом Фаберлик. У меня закончилось вот такое вот концентрированное средство для мытья посуды с эвкалиптом. Артикул его 111.92. Девчонки, что могу сказать по этому средству? Как и все средства Фаберлик, оно потрясающее. Оно концентрированное, оно 0+, безопасное. Пахнет замечательно. Ой, мне нравится. Ну, эвкалиптом прямо пахнет. Запах нехимозный, очень приятный. Ну, все в нем замечательно. И оно погуще, чем малинка, но чуть пожиже, чем яблочко. Поэтому как-то оно у меня вот тоже не сильно долго держалось. Яблоко вообще у меня ставило рекорды. 5,5 месяцев одной бутылочкой пользовалась. Так что советую. Закончилось у меня вот такое мыло для кухни, устраняющее запахи с ароматом экзотических фруктов. Мыло я тоже от Фаберлик очень люблю. Оно прекрасно справляется со своей функцией, а именно устранение запахов артикула 112-15. Но именно в этом аромате, вы знаете, девчонки, как-то вот мне не зашло. Я очень полюбила аромат кофе, аромат лилии синенькая такая, знаете, да, этикеточка. Водная лилия, по-моему. А этот как-то вот не очень, знаете, какая-то тут есть кислинка, как будто вот оно слегка подпорченное. Поэтому в таком аромате больше брать не буду, а в других, конечно же, да. Дальше давайте пройдемся по средствам для волос. Вот это мое полнейшее разочарование. Я вам уже говорила и не раз. Линейка No Snow это просто провал в Фаберлик. Она не какущая. А здесь у нас шампунь 2 в 1. Бальзам для мужчин против перхоти. Артикул 13.05. Я заказывала и женскую линеечку бальзам, и шампунь в розовом исполнении. Пустых баночек нет. Отдала маме, добавила туда витаминов. В общем, обогатила эти никакие, скажем так, продукты, чем могла. И оставила у нее, когда буду приезжать, мою. Вы знаете, во-первых, вот этот шампунь бальзам от перхоти у мужа вызвал жуткую перхоть. Ну, не перхоть, возможно, зуд головы жутчайший. И долго мы не могли от него избавиться потом после этого. Поэтому, насколько он справляет своими функциями, в данном случае, в нашем случае, он просто никакой. Женская линейка, розовая, да. Шампунь так-сяк. Вот, ну, обычный, никакой, ничего с волосами не делающий. Средний очищающий, а бальзам просто никакой. Мне кажется, после него мои волосы становились еще суше. Бальзам гораздо мягче работал на волосах, чем шампунь, точнее, чем этот бальзам из розовой линейки. Поэтому я никому не советую линейку No Snow. Это провальная линейка Фаберлик. Вообще просто нет, нет и нет. Вот такой бальзамчик из серии La Creme. Мятный у меня закончился. С молочными протеинчиками. Артикула 8671. Мне очень нравятся эти бальзамы. Я не ожидала этого, потому что линейку La Creme для тела не люблю. Гели для душа, в частности, из-за того, что они плохо пенятся. А здесь как-то взяла потестить и влюбилась в этот продукт, потому что очень нежная на самом деле текстура. Он прекрасно работает с волосами. А вот этот вот запах мяты, причем теплой мяты, очень вкусно потом волосики пахнут. Мне понравилось безумно. Советую девчонкам, у кого сухие волосы, мне кажется, и на жирных он тоже поведет себя хорошо. Он волосы не утяжеляет. Дочки свои я использовала. Шесть лет ей как бы все супер, все прекрасно. Волосики после него хорошо расчесываются. Поэтому для любого типа волос советую попробовать обязательно бальзамчики La Creme. Разогревающая маска против выпадения волос, да? Вот так она выглядит. Это Фаберлик Космецевтика, Эксперт Фарма. Продукты, которые не только являются косметическими, но и лечат. Помогают справиться с определенными проблемами. Артикул 83-49. Маска зашла. Девчонки зашла очень и понравилась, и влюбилась я в нее. Как я ее наносила? Мыла волосы шампунем. И потом чуть подсушивала полотенцем. И на влажные волосы втирая в кожу головы наносила. Жжет она минут 20-30. И вот пока жжение есть на коже головы, столько я ее и носила. Как оно прекращается, я ее смывала. Хорошая маска, хорошо работает, не вызвала аллергию, зуд головы или еще что-то. И волосики с ней росли очень быстро. Девчонки, я вот за то время, которое ей пользовалась, а это, наверное, месяца полтора, стриглась раза два точно, и волосы отрастают до той же длины. Планирую взять обязательно в будущем, если будет акция. Сейчас добиваю ботанику с перчиком, да, у нас маслица. И обязательно возьму вот эту. Дальше, девчонки, из линейки Техно Китс. Пена для ванн. Вот такая вот, 3+. Артикул ее 2357. Она здорово пахнет зеленым, пахла зеленым яблочком. Потрясающий аромат, натуральный перемешанный с химозом. Знаете, хотя, в принципе, вот так пахнет яблочный сок Агуша. Вот просто яблочный первого отжима. Классный запах вообще, супер, мне нравится. Она была такого слегка розоватого цвета, розовато-красного. Никакой аллергии не вызвала. Пенится она хорошо. Можно и как пену для ванны, и как гель для душа, как бы без разницы. Есть акция на продукт Техно Китс, на какой-то. Я его беру, использую по всем направлениям и назначениям. В отличие от линейки Кошка Малина, где ядреные красители, которые вызвали у моего совершенно неаллергичного ребенка аллергию, линейку Техно Китс могу посоветовать смело. Пошла такая песня. Давайте еще один продукт Техно Китс посмотрим. Это зубная паста 3+. Я беру те, которые есть по акции, те и беру. И Кошка Малина, в принципе, паста нормальная Техно Китс. Они все очень хорошо очищают эмаль. Очень. Потому что я пробовала на себе. Несколько дней пользовалась именно этими пастами. И здорово. Вот зубы действительно весь день чистые. Как проверяется, хорошая паста или нет? С утра почистили. Если после обеда уже чувствуете налет на зубах, значит паста плохая. Налета быть не должно до вечера, как минимум, если паста хорошая. Вот эта паста хорошая. Артикул ее 2358. Девчонки, советую. Это зеленое яблочко тоже. И пахнет она аналогично, как и пена для ванн. Она вот такого вот красно-розового цвета. Очень приятная. Со своими функциями справляется. По 60 рублей можно взять на распродаже. Супер. Закончился у меня запас скраба. Недавно его откопала. И решила добить малина и белый шоколад. Это бьюти кафе. 100 лет назад девчонки брала уже. И что-то он у меня затерялся. Не знаю, даже есть он сейчас или нет. По-моему, скрабы Фаберлик сейчас гораздо меньше баночка. Вообще на один-два раза. Тут еще 150 миллилитров. И артикул его 18-20. Это очень деликатный скраб, который подойдет для чувствительной кожи. Вот на крышечке чуть-чуть осталось. Здесь действительно частички как будто от малинки. Вот знаете, когда малинку кушаете или перебираете, есть у нее такие маленькие черные частички. Вот они вот здесь вот на крышечке видны. Сама консистенция гелеобразная розового цвета. А частичек маловато. Вы знаете, мне было маловато. Я в этот скраб добавляла кофе. И так мне он заходил. Для моей кожи это мало. Поэтому если у вас чувствительная кожа, и не любите вы жесткое такое скрабирование, которое люблю я, то можете смело присмотреться к вот этому продукту. Средство для женской интимной гигиены линейки Эксперт Фарма тоже является моей любовью. Оно гипоаллергенное. Оно действительно такое, я так полагаю, потому что ни разу не слышала на него плохих отзывов. Артикул его 16-40. Я по глупости, наверное, своей решила бросить его и потестить другие средства интимной гигиены. И я тоже человек совершенно не аллергичный. И у меня средство для интимной гигиены от Эйвен вызвало раздражение. Жуткое причем раздражение. Я его бросила и вернулась опять к Фиберлике. Больше не собираюсь экспериментировать. Подходит, нравится. С молочной кислотой. Очень нежная, деликатная. Без отдушки практически вообще нет. Поэтому, девчонки, советую, когда скидочки бывают, либо это средство, либо в форме мусса. Потрясающе. Поговорим о ногах. Первый продукт это у нас про ноги. Бальзам для усталых ног. Охлаждение, релаксация, ментол и арника. Артикул его 21-59. Считаю, этот продукт тоже провальным. Фиберлик просто никаким. Я как-то повелась на отзывы. Увидела отзыв, что он действительно классно охлаждает. Вечером и снимает усталость. И решила взять, потестить. Да взяла аж целых два. И горько пожалела. При первом нанесении он охлаждал минутку. При последующих вообще никак. Просто, ну, вообще никак. Просто наносит крем, даже не питательная, гелеобразной текстуры, на свои ноги, который на них никак не работает. Усталость не снимает, не охлаждает. Просто продукт никакой. Девчонки, не берите. Хоть и стоит дешево по акциям, но это гадость. А вот этот продукт уже тоже является моей любовью. Это у нас бальзам для стоп, гладкие пяточки. Это тоже эксперт фарма. Артикул его 1661. И он великолепно ведет себя на ваших пяточках, делая их как у младенца. Я изредка, но уже такой необходимости нет, вот несколько раз сделала процедуру, и ножки вообще не нуждаются практически в уходе. Я наносила этот бальзам на стопы и надевала бахилу, а сверху теплые носки ходила так полчасика. Потом можно или на следующий день воспользоваться пемзой, и ваши ножки, пяточки, как у младенца, просто вообще персик. Обожаю, люблю. Две штуки у меня еще есть в запасе. Будет акция, буду запасаться еще. Потому что ноги мои не нуждаются теперь в уходе. Просто с этим кремом обожаю, люблю. Он практически не имеет никакого запаха. Белая, кремообразная, такая, знаете, странно тягучая слегка структура. Суперпродукт. Я вообще поняла, что мне практически все продукты из линейки Эксперт Фарма нравятся. Они все достойные, все работающие. Дезодорант очередной. Вот такой вот у меня был морская свежесть. И второй такой тоже есть в использовании. Мне хватает приблизительно недельки на три и вот такого вот пузыречка, флакончика. Артикулово 2351. Он меня и летом хорошо защищал от пота. Не 48 часов, как я уже говорила, но 24. А зимой так и подавно. Поэтому, девчонки, по акциям он бывает за 60 рублей. Очень хорошая цена на дезодорант без спирта. Советую. Буквально вчера закончила девчонке сыворотку Викенд. У нее такой большой расход, что она у меня как-то вот, смотрите, прошлый заказ когда был, недельки две назад, наверное. За две недели я ее израсходовала. И артикул вам даже не скажу, девчонки, потому что он был на коробке, а на флакончике его нет. Что хочу сказать по этой сыворотке. Небольшие претензии к дозатору. Потому что, когда вы на него нажимаете, он выстреливает. Видите, кончик носа задрот вверх. Он выстреливает так вверх. Хлобысь и улетел. Поэтому я прям вот так вот ее дозировала. Потому что на кончике пальцев это сделать нереально. Если вы будете... Ой, вот видите ли, остатки выстрелили, наверное, на метр. Если вы будете на кончике пальцев пытаться этот продукт выдавить, он у вас улетит однозначно. Поэтому я прям вот так в горсть его набирала. А так, в принципе, продукт, вы знаете, очень даже неплохой. Я поняла, что в линейке Уикенд есть какие-то вещества, которые вызывают повышенное кровообращение, что ли, на поверхности кожи и возникает такой румянец. Но не всегда. Опять же связала это с тем, что если погода солнечная, и я утром воспользовалась продуктами линейки Уикенд, в том числе этой сывороткой, то у меня начинает краснеть лицо. Я не знаю, хорошо это или плохо, но рисковать не хочу. И с красным лицом мне ходить не нравится. Поэтому все продукты Уикенд, которые у меня сейчас есть, ушли только на вечернее использование, перед сном. Сыворотка кончилась. Остался еще гель и маска. И в целом действительно они работают. Они придают коже отдохнувший вид. Вы просыпаетесь свежей, отдохнувшей кожей, выровненным тоном. Мне очень нравится, как они работали вместе с маской. Я наносила вначале сыворотку, затем сверху плотненьким слоем ночную маску. И красота просто. Что еще по продукту, девчонки? Что-то хотела вам еще рассказать. А, почему он быстро кончается? Он очень быстро впитывается. Поэтому, когда вы его выдавили на руки себе и начинайте распределять, делайте это быстро. Он впитывается моментально. Поэтому мне нужно было три нажатия на все лицо. Три. Расход колоссальный. Обычно сыворотке хватает капли, чтобы распределить. Но тут вы ее распределять начинаете, она уже у вас все тут впиталось, вам не хватает, чтобы распределить ее на кожу. Дальше приходится еще добавлять. А так продукт очень достойный. Советую девчонкам попробовать обязательно. Тем, у кого, знаете, кожа такая уставшая, землистый цвет лица или даже возрастная, я ей советую на дневное применение обязательно попробовать эту линейку. Она достойная и работающая. Закончилась мицеллярная водичка, моя любимая, вербена. Вот так выглядит маленький этот приятный флакончик. Артикул 0831. Здесь 110 мл. Пахнет она лимонником. Запах ее отпугнул меня, когда я ее впервые только заказала. Казалось, что сейчас глаза будут просто наружу вылезать. А нет. Это средство очень достойное. И стоит у меня на одном уровне вместе с мицелляркой из линейки Эксперт Фарма, гипоаллергенной. Только она, вот эта вербена, очищает еще лучше. Тоже деликатно все. Глаза не щипит. Никаких раздражений не вызывает. Кожу очищает до скрипа. Эффекта панды нет. Макияж глаз стойкий, снимает прекрасно. Люблю эту мицеллярку. Она у меня в фаворитах Фаберлик. Девчонки, кто не обращал внимания на линейку вербена, именно на мицеллярку, очень вам советую присмотреться. Крем для рук жидкая перчатка. Артикул его 2096. Вы знаете, неплохой крем. А душка такая парфюмерная, ярко выраженная. Для тех, кто не любит, не подойдет. Потому что ручки прям пахнут парфюмом довольно сильно. По текстуре. Довольно плотная текстура, питательная. Сейчас, если получится, я вам выдавлю. Да, получилось чуть-чуть. Вот так он выглядит. Довольно плотный такой кремушек. Питает ручки хорошо. Ручки после него гладенькие, напитанные. Мне нравится. Но белый лучше. Белый из этой линейки, не помню, как он точно называется, он лучше, он питательнее. У меня сухие руки. Для тех, у кого сухие руки, это, знаете, такой среднячок. Белый прям вот еще лучше питает. Пролексир. Линейка Пролексир. Это интенсивный дневной крем с гиалуроновой кислотой. 0,726 его артикул. Вы знаете, мне он не понравился. Ну, не очень как-то прям вот. Почему? Потому что, ну, слегка увлажняет кожу, не питает, но мне не нужно питание. И оставляет жирный блеск. Вот не люблю я такие продукты. Вы знаете, совсем не люблю. У кого кожа сухая, да, тому подойдет однозначно. Выдавить ничего не получилось, девчонки, дорасходовала как могла. Уже в последнее время применяла его как крем для рук. Потому что я не люблю ходить с жирным лицом, как блин блестящим. Оно, конечно, не до такой степени, но комбинированной жирной кожи я не рекомендую. Хотя это у нас линеечка, по-моему, 30+. Не знаю. Обладательницам сухой кожи, девчонки, посоветовать могу, а жирный комбинированный нет. Серия Аксиологи. Маска для лица кислородное увлажнение. Артикул ее 0,263. И вот эта масочка неплохая. Вы знаете, очень даже неплохая. Брала я ее, по-моему, в распродаже по срокам годности. И стоила она копейки. Быстренько ее израсходовала, наверное, раза за 4-5 тюбик. Маленький, сами видите, 50 мл. И вот она хорошо. Она увлажняет, слегка питает. Знаете, так кожа после нее упругая. Неплохая масочка. На распродажах можно взять, попробовать. Вполне себе ничего. Любимый, наверное, не только мной, но и многими продукт. Роллинг гель для очищения пор. От Фаберлик Эксперт. Себа Баланс. Артикул его 1081. И почему я говорю так грустно? Потому что его снова нет на складах. Кто давно в Фаберлик, тот знает, что этот продукт фаворит у многих, кто его хоть раз пробовал. Но он периодически исчезает у Фаберлик. И через какое-то время его опять могут закинуть на склад, но опять ограниченную партию. Вот так было и в этот раз. Уже несколько месяцев назад. И опять его нет. И будет или не будет, тоже неизвестно. Он классный, он крутой. Это скатка, девчонки. Наносите на лицо тонким слоем. Гелеобразная текстура. Сегодня вот я его дорасходовала, последние капли. Прозрачная гелеобразная текстура. Наносите на кожу. Две минуты ждете, пока растворяет грязь волшебные вещества в составе этого роллинг-геля. И через две минуты начинаете скатывать. То есть вот так вот круговыми движениями проходите по всему лицу. Образуются такие беленькие катушки. Беленькие это в лучшем случае, потому что обычно они серенькие. Так как роллинг-гель отлично вычищает из пор всю грязь. Они становятся такие, знаете, сероватые. То есть это после умывания, это после мицеллярки, это даже может быть после скраба. Вот эту скатку делаешь, и все равно он найдет место, где вычистить остатки невычищенного, скажем так. Продукт достойный на самом деле, вообще очень классный. Поры становятся после него менее заметны. Кожа гладенькая, упругая. Легкий такой домашний пилинг. Пилинг-скатка. Жалко, что его нет, но я нашла ему, девчонки, аналог. Если вы не видели предыдущее видео, точнее, наверное, через видео, да, про бюджетные находки, вот там я нашла продукт, который один в один работает, как этот роллинг-гель. Обязательно посмотрите. Бюджетный, по-моему, да, до 100 рублей, 90 с чем-то рублей. И такой же вот, как этот. И последний продукт, который я вам покажу, девчонки, это тональный крем. Дабл стайл, двойной стиль, такой вот красивый, да. Артикул его 6308. И что я могу сказать по этому продукту? Он мне не зашел, вы знаете. Это вообще хороший тональный крем. Но не зашел он мне почему? Потому что, опять же, оставляет жирный блеск на моей коже. Здесь есть отсек с сывороткой и есть отсек с тональным кремом. Нам Фаберлик рекомендует наносить его как? Сначала выдавливаем сыворотку. Вот она. Беленькая легкая сыворотка, которая тоже оставляет на моей коже жирный блеск. Она как-то не впитывается до такой степени, чтобы кожа моя выглядела хорошо. Мне это не нравится. И сам тональный крем. Я сейчас покажу вам оттенок, чтобы вы понимали, о чем идет речь, да. Это оттенок не для белоснежек, девчонки. Но и не совсем для смуглых. Видите какой? Он не уходит в роженом, он не окисляется. Вот он у меня уже полгода, по-моему, стоит, если не больше. Ничего с ним не случается. Он нормального качества, как и был, все с ним отлично. Но он темноват. Он темноват. Больше к смуглому типу. Смотрите. Видите? Вот такой. Можно, если вдруг он вам не подошел, конечно, поиграться и разбавить его, как делала я, с сывороткой. То есть я не наносила сначала сыворотку, а потом крем. Я брала сыворотку, каплю-каплю крема, смешивала их и в разбавленном виде в таком наносила на кожу. Потому что даже мне этот тональный крем был темным. Видите, как кожа блестит. Вот я так не люблю. Потому что пудрами особо не пользуюсь. Потом еще пудрой фигачится. Девчонки, он не скроет серьезные несовершенства какие-то. Он довольно легкой текстуры. Но не то, что легкая. Это не биби-крем. Средний, скажем так. Сильные недостатки не скроет, но тон выровняет. Вот, видите, его видно на руке. Вроде я подразмазала. Видите? Так что, девчонки-смугляночки, это ваш вариант. Обладательницам сухой кожи и нормальной рекомендую. Жирной. Ну, будете блестеть, девчонки. Я его либо выкину, либо кому-нибудь отдам, если кому-то он пригодится. Мне он не нужен. Ну, и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк. Не забывайте. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok